Всем большой привет! Это вторая часть видео о том, где мы любим гулять с Гетсби. Покажу вам другую часть парка. Сегодня у нас 1 сентября. Пару дней назад я для вас снимала влог из этого же парка. И посмотрите, уже как я сейчас одета, утеплилась. 1 сентября в Москве довольно-таки прохладно, такой сильный ветерок. Вот, сейчас мы пойдем в другую сторону парка. Там не менее красиво, но поскольку этот парк очень большой, обойти его, конечно, трудно. Да, Гетсби? У нас столько сил не хватает. Поэтому мы за один раз вам не успели все отснять. Вот сегодня мы вам покажем еще кое-какие прекрасные места. Под прошлым видео вы меня спрашивали, где же находится этот парк. Но я вам сказала, что называется он Серебряный Бор. Вы можете в интернете посмотреть информацию, как сюда проехать и как досюда добраться. А кто щиплет травку? Малыш, ты травку щиплешь? На лугу пасутся ко? Козлики? Или кто? Что? Мусолина-фасолина. Пойдем дальше. Пойдем. Навстречу новым приключениям. Правда, малыш? Вот такое еще одно красивейшее место здесь. Смотрите, какие красивые деревья, такие круглые. Мостик. Такая лавочка. То есть вы можете прийти сюда, сесть, вот так вот любоваться замечательным видом. Я взяла с собой расчесочку. Сейчас я тебя причешу. А вы заодно посмотрите, как я это делаю, потому что меня многие спрашивают, как я его расчесывала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Репейник, видите, вот так вот с легкостью, пуходеркой можно извлечь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой вот пушистый, какой красивый, маленький, такой красивый, такой сладкий, маленький, ну что, дальше пойдем? Жук, пойдем дальше. Так, не спрыгивай, сначала пристегнем, давай-ка, все, теперь, оп! У этого прудика тоже стоит информационный стенд, очень интересно все почитать. Кубышка желтая, кувшинка, белоснежные, трело-лист, обыкновенный, ирис водный. Кстати, кувшинок что-то нет, то ли они уже отцвели, то ли их еще не было, я если честно не знаю. Везде тоже, видите, такие деревянные помосточки. Такая симпатичная беседочка, можно спокойно посидеть, тоже почитать, например. А вон я, это моя тень, а вон тень Гэтсби. Вот они мы в Гэтсби, у нас с тобой такая тень смешная. Отражение облаков в воде. А ты куда залез? Ты купаться, что ли, собрался в Гэтсби? Дальше пойдешь? Или уже дальше страшно? Там вон рыбки плавают. Хочу вам рассказать, для тех, кто не знает, кто за мной в группе ВКонтакте не следит, я разместила пост, где жду ваши истории о добрых делах, которые, возможно, кто-то из вас совершал. Может быть, вы кому-то помогли, может быть, вы бабушку переводили через дорогу. Так, а что это мы там едим, пока тут хозяйка отвлеклась? Гэтсби! Что там такое? Что там нашел? Червяка, походу. Ну все. И что это такое? Напишите, у вас так собака делает? Он обычно, когда где-нибудь слизней находит, или рыбу, так вот делает. Гэтсби! Я же тебе не отмою потом. Гэтсби! Ну-ка давай посмотрит хозяйка, что там такое. Ну точно, какой-то слизень. Фу! Зачем ты так? Ты не пытаешься достать. В общем, ладно, пусть он там занимается своими делами, а я вам расскажу. Я уже забыла, на чем я остановилась. Давайте заново. В группе ВКонтакте я разместила пост, где с удовольствием буду ждать от вас каких-то историй о ваших добрых делах. Возможно, вы перевели когда-то бабушку через дорогу. Возможно, вы спасли щенка. Какие-то поступки, которыми вы гордитесь, которые вам хочется рассказать, пишите мне либо на почту, на мой email, под каждым видео он есть, либо вот ВКонтакте под этим постом. Но на личной странице мне писать нельзя, только если в группе ВКонтакте. В общем, куда угодно, можете даже под этим видео что-то написать. Я обязательно все прочитаю и сниму видео, в котором расскажу о некоторых историях, именно в ваших историях расскажу, какие вы хорошие и прекрасные. Мне кажется, будет вообще очень интересно всем послушать, вдохновиться, взять пример. Я вообще обожаю вот такие вот всякие истории. Действительно, они меня как-то всегда сподвигают, мотивируют, и поэтому я решила делать вот такие вот видео. Так что, друзья, обязательно пишите. Ну что, ты успокоилась, собака? Какое неприличное дело! Гетсби! Мы перешли на другую сторону парка. Здесь уже, видите, Москва-река. А еще, кстати, пока не забыла, у меня же недавно вышло видео, которое я снимала по книжке, и оно называлось оно «Мой пес сексуальный маньяк. Что же делать?». Большинство из вас отреагировало абсолютно нормально, но некоторые написали, что это какие-то неприличные вообще названия, нужно было как-то по-другому назвать видео и неприлично снимать о таких вещах. Ну, вы знаете, я не знаю, как по-другому мне можно было назвать это видео. Я взяла этот заголовок прямо из книги, я ничего плохого, какого-то пошлого вам не рассказывала. Все-таки тоже хочется, чтобы канал был не только какой-то развлекательный, но и полезный. Это все то, что касается наших с вами собак, и такие даже вот вопросы, мне кажется, всегда интересно обсудить, вообще узнать. Также в этой книжке есть еще много-много тем, которые я бы хотела для вас снимать, но сейчас уже даже не знаю, как отнесетесь вы к этому, нужно это делать или нет. Мы уже пришли в машину, нагулялись, надышались, даже немножечко замерзли. Теперь поедем домой. Всем пока, друзья, и до новых встреч!